Вы знаете, один образ все как-то побуждает меня говорить с вами. Один образ, это образ одного из античных философов Диогена. Я хочу вам показать одну картину, это не античная картина, эта картина написана в 17 веке фламандским художником Якобом Йордансом. Можно показать эту картину? А которая так и называется Диоген, ищущий человека. Диоген, античный мудрец, живший еще до Рождества Христа, считал себя последователем Сократа, видел, что цель своей жизни в добродетели, и главное, что он видел в добродетели, это воздержание. И он занимался аскетизмом, и он довел аскетизм буквально до крайности. Я думаю, все помнят еще истории школы, как этот Диоген жил в бочке. Много вообще с ним всяких историй интересных, о его встречах с Александром Македонским. Но одна, наверное, из самых известных историй, связанных с Диогеном, это как воскресенье, вот такой же день, как сегодня, воскресный день. Днем Диоген пришел на торговую площадь в Афинах, но не один пришел, а с фонарем пришел, вот. И ходил по площади с этим фонарем. Когда его спрашивали, кого он ищет, Диоген отвечал, ищу человека. И на слова о том, что здесь много людей, Диоген отвечал, какие это люди, это мерзавцы. Я ищу человека, вот. Ну, неизвестно, в действительности был такой случай, или это просто такой исторический миф. Но, тем не менее, это отображает отношение, что не все те, кто думают, что они люди, являются человеками, да. И фламандский художник, живший в 17 веке, написал эту картину, Диоген ищущий человека. И вы видите, что, конечно, как часто делали во время возрождения, да, здесь изображена не Греция, а может быть, такой средневековый рынок изображен, где мы видим всякие фрукты и овощи, домашний скот. То есть это рынок, здесь все продается, там вот поросенок, лошади, ослы, да. В перемешку с этим товаром мы видим людей. Причем эти люди, вот если вы так посмотрите, они мало чем отличаются от самого товара, да. Вот поросенок, тут же какой-то младенец, там овощи, фрукты, там старик, вот тоже все такие веселые, такие полные, лоснящиеся, видно им хорошо, веселятся. И в середине картины старик идет с фонарем, и понятно, что это и есть Диоген. И интересно, что на этой картине такое ощущение, что там он уже поискал. И он уже не смотрит на современный ему пейзаж, а он словно из картины как бы идет к нам и хочет еще здесь у нас поискать. Найдет ли он здесь человека? Будет ли здесь человек? Я периодически думаю вот об этом поиске, поиске человека. Казалось бы, ну что искать? Искать очевидное. Что имеется в виду под человеком? Кого ему надо? Кого он искал? И почему другие должны как бы соответствовать тем критериям человека, которое было в понимании Диогена, да? Много вопросов возникает. Но я хочу вместе с вами открыть первую книгу про Липоменон, 16 главу. Первую книгу про Липоменон, 16 главу. Где рассказывается история из жизни Израиля. И вот прочитаем вместе с вами с первого стиха. В 36-й год царствования Асы. Ас это был царь Иудеи. И напоминаю, что в то время еврейский народ разделился на два государства. Север и юг. Израиль и Иудея. И отношения между этими двумя частями некогда единого народа были временами непростые. И вот в 36-й год царствования Асы, это иудейский царь, пошел во Аса, царь израильский, на Иудею. То есть северное царство пошло войной на юг, где и царствовал Аса. И начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы царя иудейского, не приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского и послал к Веннададу, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мной и тобой, как было между отцами моими и отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото, пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». Вы знаете, вот Слово Божье, Библия, как постоянно актуальна. И интересно, что многие современные проблемы, они отображены в историях Библии, которые были много-много тысяч лет назад. Хочешь иметь проблемы в жизни, связывайся с Сирией. Ну, смотрите, седьмой стих. «В то время пришел Ананий Прозорливец к Асе царе иудейскому и сказал ему, «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне или ливияне с силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными, но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо, вот девятый стих, на нем я хочу сделать акцент, смотрите. «Ибо отчи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил, зато отныне будут у тебя войны». И вот я когда как-то читал Ветхий Завет, читал это местописание, и вот как раз читая девятый стих, «Очи Господа обозревают всю землю», тут же, конечно же, вспомнился вот эта картина, связанная с Диогеном, который ходил днем с фонарем по рынку и искал человека. В то время, безусловно, было огромное число верующих людей на земле. Но тем не менее, вот Слово Божие говорит, что «отчи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». То есть Бог ищет, ищет людей, чьи сердца вполне преданы ему. Очень часто в разных проповедях мы слышим о двух царствах. Об этом проповедуются вот уже две тысячи лет, наверное, и раньше. Знаменитый труд есть у Блаженного Августина, град Божий, который он противопоставляет, да, град Божий Иерусалим противопоставляется Вавилону, Царство Света противопоставляется тьме. Есть Божье, есть дьявольское, есть светлое, есть мрачное. И очень важно как бы быть вот на стороне света, очень важно быть на стороне Господа. Но тут есть одна важная деталь. Это, знаете, все равно как в детстве. Я помню, когда вот мы собирались с ребятами во дворе. Во времена моего детства мы в основном играли не за компьютером, которых не существовало, а играли во дворе. И там у нас были уже и World of Tanks, там и все игры. Мы устраивали просто в 10D-модели. Там у нас был и запах, и цвет, и селитра, и дымовушки, и все, и все прочее было. И вот мы собираемся с ребятами как-то, и одна из, наверное, популярных игр моего детства, это, ну, как, наверное, у всех мальчиков в детстве, это какая игра? В войнушку. Мы играли в войнушку. Ну и, как обычно, мы играли в войнушку. С кем войнушка? Была в основном? С фашистами. С фашистами, да? Были наши, и были кто за Гитлера. Естественно, кто за Гитлера, никто не хотел быть за Гитлера. Хотя он всегда, у мальчиков есть тяга быть плохими. Вот мне, например, всегда в детстве больше нравились разбойники, или пираты. Когда помню, там, заменитая сказка, помните о голубом щенке, мне всегда нравился пират, который пел, чтобы такого делать плохого. А вот матрос, чтобы такого делать хорошего, как-то не очень был симпатичен. То есть мальчикам, я смотрю на своего сына тоже, мальчикам как-то нравятся такие вот персонажи, вот такие вот. Они как-то лучше выглядят. Их актеры хорошие там играли, там, вот, советские всякие. Боярский там играл, Кота Матфея Злова. Вот, я хотел быть таким. Но, когда шла речь про войнушку с фашистами, очень мало кто хотел быть за Гитлера. Я не помню никого. И поэтому мы, как правило, бросали жребий там, как-то считались, делились, вытягивали спички, вот, чтобы поделиться, вот. И вот, как бы, жребий решал дело. Хорошо, вот ты вытянул, ты за наших. А это ему не повезло, он за Гитлера, за фашистов. Вот. И они там убегали где-то, бегали. Вот. А мы тут были хорошими, например, сражались с ними. И, знаете, очень интересно, потому что, ведь по существу, это было очень условное разделение. Потому что мы были все одной командой, одной компанией. У нас у всех были приятельские более-менее отношения, да? И чисто вот жребий решал, кто за хороших, кто за плохих. Кто за наших, а кто за Гитлера. Жребий все решал. И я вижу с удивлением, что нечто подобное происходит порой в христианстве. Мы точно так же делим мир на наших и на не наших. И это деление мы часто проводим вот потому, вот если человек начинает ходить в церковь, и если он ходит уже какое-то время, уже даже там год, а может быть пять, но если там он десять лет, то вообще это муж веры, вот. А те люди, которые там в церкви уже больше двадцати, это вообще такие герои веры с толпы, с толпы Евангелия, вот. И вот если человек ходит, вот значит, как бы автоматически он за наших, за Царство Света, за Христа и прочее, прочее. Хотя ведь очень часто в этом разделении, ну, все настолько условно. Где проходит граница? Вот где проходит граница между нашими и не нашими? Царством Света и Царством Тьмы. Вот в том, что человек посещает ли церкви, ну, там ладно, нашу не посещает, но хоть какую-нибудь посещает. Здесь граница? Или где? Есть некоторые люди, которые, у них четкая граница. Нашу церковь не посещает, значит, все от дьявола. Я недавно такого проповедника наткнулся, с удивлением. Я не думал, что такие есть, а оказывается, до сих пор такие есть. И он конкретно проповедует с кафедрой, он такую вещь говорит. Из любой церкви вы можете прийти и уйти, но из нашей нет. Вы, если вы можете в нашу церковь только прийти, а если вы уходите, вы прокляты уже. И вам спасения не видать. И он говорит, и все слушают его. То есть у него мир очень понятный, что такое наши и не наши. Вот эти вот стены, это вот все, это граница. Это вот граница. Там служба порядка, они там пограничники такие у нас находятся, да? На границах. Вот мы, наши, собрались. Кто вот там, за этими стенами, за Гитлера, за фашистов. Не наши они все. Идут в ад. Вот понятный мирок. И мы должны как можно больше людей втащить в наши здания, в наши залы, в наши соборы, в наши храмы, в наши молитвенные дома. И вот таким образом будет больше спасенных. У других нет. Они говорят, нет, ну не только наша церковь. Есть еще несколько церквей. Называется наша конфессия. И вот в нашей конфессии мы с Богом. А кто за рамками нашей конфессии, ну они могут быть хорошими людьми, но они точно не от Бога. Они со стороны тьмы. Вот так вот они делятся, да? Другие, они говорят, вообще нет, вот христианство это все наше. То есть вот где, вот где эта граница между нашими, нашими и не нашими? И если это все настолько очевидно, да? Что же тут получается Господь ищет? И между вот этим местом Писания, словно есть некий мостик с другим местом Писания, оно уже из Нового Завета. И давайте откроем вместе с вами Евангелие от Луки, 18 главу. И вот смотрите, здесь, в самом начале этой 18 главы, притча о судье неправедном. И вот смотрите, Иисус говорит, сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но какая-то вдова не дает мне покоя. Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И вот после вот этой интересной притчи, Господь, смотрите, и сказал Господь. Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. И вдруг, посмотрите, в 8 стихе после точки есть еще одно предложение, заканчивающееся вопросительным знаком. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Если мы читали с вами в Ветхом Завете, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне преданно ему, да? Здесь мы видим Иисус говорить, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Друзья, в христианстве нет недостатка проповедей о вере. О вере очень много, наверное, одна из самых популярных, если не самая популярная тема. И, как правило, когда говорится о вере, вера – это некий инструмент, некое как бы средство, некая такая наука, которую нужно овладеть для того, чтобы в твою жизнь приходили Божьи благословения, Божья защита, Божья благодать. В общем, все, что Бог хочет тебе дать, чтобы ты мог получить веру – это осуществление ожидаемого, уверенность невидимая. Вот как можно получить? Вот интересно, смотрите, что Иисус здесь говорит притчу о человеке, который нуждается. И по неотступности судья помогает этому человеку, этой вдове. Дальше он проводит аналогию с Богом и говорит, если даже неправедный судья порой может даже помочь, то тем более Бог. Хотя иногда нам кажется, что он медлит, да? Но Бог помогает. И после всего этого, этот вопрос. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть, оказывается, можно получить помощь от Бога, защиту, поддержку, но это не означает, что у тебя есть вера. Да, можно иметь благословение, просить и даже что-то получать. Но, есть ли вера у тебя? То есть, посмотрите, Иисус, Он показывал веру намного шире и больше, чем современные, честно говоря, примитивные довольно-таки учения веры о том, что вот веру, упова, не сомневайся, и вот с небес давай, 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 давай. Можно получить с небес, по неотступности получить с небес, по молитве получить с небес. Но это еще не означает, что у тебя есть вера. Само, смотрите, слово здесь, вера, вера, это греческое слово пистин, означает дословно верность, доверие, убежденность. То есть, это не просто вот люди, которые что-то вот вбили себе в голову, вот так и не иначе, и стоят на своем. Это слово означает намного больше и намного шире доверие, убежденность, верность, некие качества характера. И когда мы читаем Ветхий Завет, вот это слово пистин, оно нам раскрывается во многих местах Писания. Я считаю, вот это глубокое заблуждение, когда о вере говорят только по посланию к евреям. Вот посмотрите, посмотрим послание к Галатам. Послание к Галатам, пятая глава. Вот тоже знаменитые слова, да? Шестой стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Но, смотрите, вера, опять это слово греческое пистин, действующее любовью. В современном переводе этот стих так говорит. Потому что если мы едины со Христом и Иисусом, неважно, обрезан человек или нет. Ведь для многих иудеев в то время, да и сегодня тоже, вот эта граница наша, не наша, лежит через обрезание. И Иисус говорит, что это за границы, какое они имеют значение. Важна только вера, смотрите, в современном переводе, я читаю. Важна только вера, которая проявляется в любви. То есть, посмотрите, когда мы говорим о границах свет и тьма, где они лежат? Может быть, как в границах церкви какой-то, или конфессии, или мировой религии. Что это за границы? И Иисус проводит эти границы. Это вера. Бог ищет тех, в чьих сердцах есть вера. Ну, конечно, в моем сердце есть вера. Иначе, что бы я здесь делал? Зачем бы я ходил в церковь? А вот тут, посмотрите, что же такое вера? Вера – это то, что проявляет себя, вот по современному переводу, да, через любовь. Вера, проявляющая себя в любви. Или в синодальном говорится, вера, действующая любовью. И дальше, смотрите, в этой главе, после того, как Павел нарисовал вот эту картину, картину людей, которые живут в распрях, в ссорах, в разногласиях, в Вадиме плотью, да? Вот 22 стих, он говорит, плод же духа. Это все та же самая последняя глава, пятая глава послания к Галатам. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Опять это слово пистин. Кротость, воздержание. Вот в современном переводе прочитаю. Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие, кротость, воздержание. Еще один перевод российского библейского общества. Так этот стих в данном переводе звучит. А плоды духа – любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. И вот смотрите, когда мы здесь читаем о плоде духа, мы видим, здесь говорится о разных гранях характера человека. Вот где проходит граница. И невозможно, чтобы люди, живущие своей жизнью, он был неверный, взбаломошный, кичливый, горделивый, невоздержанный. Вот он пришел в церковь и автоматически он становится кротким, любящим, радостным, долготерпеливым. Нет. Плод на то и плод – это не дар. Дар – вот у тебя день рождения, тебе приходят и дают тебе подарок. У тебя не было и у тебя есть. С плодом же так не происходит. Плод надо выращивать. Нужно заботиться, нужно удобрять, нужно поливать. И постепенно, когда ты кропотливо, постоянно, верно взращиваешь, вот вырастает растение. Там появляются сначала цветы, а потом плоды. Так вот, точно так же, вы посмотрите, что же Господь ищет, когда Он приходит на эту землю. Что же, что-то внутри, что отличает человека. Вот если мы с вами посмотрим еще раз на картину якобы Йорданса, да? Диоген, ищущий, ищущий человека. Вот мы видим рынок, да, где, как я сказал, сам товар смешивается с людьми. Тут эти вот наливные яблочки, наливные щечки у младенчиков. Вот все такое вот пышащее, казалось бы, радостью, да? Что там не устраивает? Вот что-то внутри не устраивает. Это внешнее. Вроде бы хорошо все. Что-то внутри не то. Люди, которые живут чисто материальными ценностями. которые заботятся только о видимом, а не о духовном. И вот сегодня, когда мы говорим о границе, вот кого же Бог ищет, за кем Он придет. Это не то, что мы берем вот этих людей, точно такими, как они есть, переводим их в церковь. И они уже людьми веры, потому что они убеждены, что Бог есть, и Иисус их спас. Но при этом они продолжают жить старыми вещами, невоздержанные. При этом они думают только о себе. При этом, вот сколько людей в церкви, которые годами приходят в церковь, но с которыми очень трудно находиться рядом. Сколько, я видел христиан, которые давно им давно в церкви, но к ним нужен особый подход. С ними вот так просто не поговоришь, потому что они легко обижаются, они могут возмущаться, они могут быть недовольными, они порой проявляют агрессию. Но если ты начнешь с ними говорить, да, Иисус их Господь, они твердо убеждены, и они считают, что у них есть вера. У тебя на самом деле никакой веры нет, у тебя просто есть некая умственная убежденность. Раньше ты, может быть, считал, что Бога нет, теперь ты точно так же в уме своем считаешь, что Бог есть, но реально твой характер не изменился, твоя жизнь точно такая же. Ты просто раньше не ходил в церковь, а сейчас ты ходишь в церковь и думаешь, что у тебя в жизни теперь все нормально, ведь ты стал верующим человеком, и Господь, когда придет, Он тебя обязательно найдет, ведь Он же там ищет веру на земле. Но когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что вера, да, пистис, это некий плод, то, что в нас должно произрастать, взращиваться, когда твоя жизнь меняется, твой характер меняется. Ведь тот, кто во Христе Иисусе, это не просто бывший грешний, который спасен, это не просто тот, кто раньше был за Гитлера, а теперь стал за Иисуса Христа. Точно такой же Он остался, неизменный остался, но теперь Он за Иисуса Христа, и с Ним все нормально. Нет, кто во Христе Иисусе, тот новое творение, то есть новый человек, некое новое создание. Понятно, что оно не сразу проявляется. Как маленький ребенок, он рождается, вот постепенно в нем какие-то проявляются свойства, качества. Да, вот смотрю на своего четырехлетнего сына, вот смотришь, у него же там какой-то свой характер, какие-то убежденности, свои даже какие-то манеры шутить уже появляются. Думаешь, вот мне ничего не было. Лежал, орал, ау-ау-ау-ау-ау, и вдруг вот откуда-то вот в нем там качества, какие-то слова справедливости, какие-то шутки появляются. Точно так же и в нашей жизни, когда мы рождаемся в Божьем Царстве, должны внутри нас произрастать новые качества, новые черты. И они очень простые. Когда вот мы читаем плод Духа, да, любовь. То есть человек любящий, любящий. Это любовь, которая идет из тебя. Бог есть любовь. Это любовь написана, излилась сердца наши Духом Святым. Мы должны теперь учиться жить в этой любви, говорить в этой любви. Радость. Это не просто радость, вот хорошо, радостно. Плохо, не радостно. Подари ли, радуешься. Отняли ли, не радуешься. Радость, которая не зависит вообще ни от чего, ни от каких-то жизненных условий, подарков. Радость, как некий плод Духа внутри тебя, когда ты внутри радуешься. К сожалению, я видел так много людей, которые с самого утра, вот вроде бы новый день, милосердие Господа не истощилось, оно новое каждое утро. А они недовольны всем, они грустны. Это нормально в этом мире. Но мы же вроде бы на стороне света. Или мы просто грубо поделены. Вот мы сейчас ходим в церковь, вот теперь мы, значит, за наших, за правильных. На самом-то деле мы точно такие же. Нас как бы просто волею жребия занесло на эту сторону. Или не так? Очень интересно бывает, особенно когда много людей, как вот верующие общаются. Ведь по сути мы здесь другие, у нас должна быть другая культура, культура неба. Что такое культура неба? Это вот все пронизанное тем, что написано о духовном плоде. Любовь, радость, мир. Вот есть мирные люди, мирные. Миротворцы блаженны. Блаженны люди, которые несут мир, творят мир. Правда же? Часто посмотришь на общение верующих, там где-то в социальных сетях, на христианских форумах. Они же только сражаются друг с другом за всякую ерунду. За всякую ерунду. Вот она придумывает каких-то вот, вот я верю, что так и так, а тот говорит, а я верю по-другому. И вот они друг с другом сражаются. И они считают, что это важно. Что его маленькая доктринка, которая вот его конфессия считает правильным, а та конфессия считает неправильным, она так сильно важна. И они сразу же, ну пастор, вот это же так очень важно. Да пойми, если бы это было очень важно, в Библии это было бы четко и ясно написано. Если там не ясно и не четко, это не очень важно. Например, у нас нет споров о том, любовь или Бог. В Библии написано, Бог есть любовь. Правда же? Мы в это верим. Бог проявляет себя как любовь. Бог действует как любящий всемогущий Господь. Аминь. Действует. Радость. Насколько много в тебе любви, насколько много в тебе радости, насколько ты терпеливый человек. Вот это качество терпения. Благость. Что такое благость? Доброта. Причем, знаете, я хочу отметить, конечно же, мы все люди. Как один известный человек, да, популярный певец поет, я всего лишь человек, да, я всего лишь человек, я не идеальный. I'm just a man. Я всего лишь человек. Но, понимаете, в нашей жизни вот растет что-то, вот эта доброта, она внутри нас. И реальное общение с Богом, реальное пребывание вот в этом состоянии единения с Создателем приводит к тому, потому что это идеальная почва, вот идеальная почва для прорастания растения с плодом Духа. Это вот как, ну, у нас на Урале очень многое можно садить, вот скоро лето, да, но оно не вырастает, у нас климат неподходящий. И для многого, что ты хочешь иметь, тебе необходимо что построить? теплицу. Только в теплице у нас часто что-то и может такое вырасти, потому что иначе не созреет. Такое точно так же, почему многие семена в нашей жизни не прорастают, да потому что только на нашем желании измениться, только на нашей какой-то энергии, на нашем стремлении, вот наши добрые намерения, они вот начинаются бурно, но очень скоро заканчиваются. И мы часто не доводим дело до конца. И как говорит Павел Доброго, хочу, вот хочу, и вроде уже и начал, а потом как-то опять все на старое сошел, не делаю. И для того, чтобы доброе проросло, необходима вот такая теплица. И это и есть единение с Господом. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Ним. Когда мы просто пребываем с Ним в гармонии с Ним, в общении с Ним. Почему мы делаем такие выезды? У нас вот, кстати, через неделю будет очередной выезд, выезд тишины. И сегодня есть последний день, да, у нас. Там у нас еще осталось несколько мест, и последний день, когда еще можно туда записаться и поехать с нами через неделю. Какая цель? Цель только одна. Учиться просто быть в единении с Ним. Все. учиться, скажешь, Виктор, ну, побуду я там несколько дней, приеду я, и что? Так поймите, когда мы учимся быть с Ним, потом мы стремимся, чтобы это распространялось на большую, на большую, на большую, на большую твою жизнь. Чтобы не только во время выездов, не только во время собраний или каких-то христианских конференций, чтобы ты учился на работе, там, дома, в семье ощущать это единение и гармонию с Богом. И в идеале мы должны прийти к такому состоянию, о котором пишут апостолы, непрестанно молитесь. Мы не можем непрестанно быть так или так, или на коленях. Но настоящая молитва это не просто какой-то обряд, когда мы либо поднимаем руки, либо колени склоняем, либо что-то говорим, или на иных языках ему поем. Настоящая молитва это некое внутреннее единение с Ним. Где бы ты ни находился, в каких бы местах ты ни находился, ты вот именно ощущаешь это единение. И когда, знаете, приходит это единение, приходит словно это удивительная такая атмосфера. Вот сколько раз я вот переживал, вот бывает там что-то ты смотришь чисто своими человеческими глазами, что-то тебе там не нравится, что-то там кто-то делает что-то не то, что-то еще такое. И ты думаешь как-то внутри себя такой прямо напряженный. А потом ты думаешь что-то надо менять в жизни. Нужно я словно потерял какую-то связь. И когда приходит внутри молитвенная связь с Господом, знаете, такая гармония приходит, словно мир, терпение, воздержание, как написано там самоконтроль, да, оно наполняет тебя, и ты думаешь да, есть проблемы, но если я буду раздражаться, толку не будет. Только имея мир, доброту, терпение, я могу что-то изменить в этом мире. Что-то могу изменить. И вот чем больше ты будешь учиться входить в такое состояние, я вам скажу честно, я мечтаю пребывать в нем постоянно, но я из него периодически еще до сих пор выхожу. выхожу в то, что называется плоть. Это плотское состояние, выходишь в это плотское состояние, и как только вышел в это плотское состояние, тут же опять раздражение, ссоры, понимаете, о чем я говорю, да? мы должны учиться быть в этом гармоничном состоянии, и чем больше ты в нем пребываешь, тем вот это сильнее, плод духа больше, он зреет словно в твоей жизни, это все производит этот плод, и ты понимаешь, что вера это не просто умственное, вот я верю, Бог меня не оставит, да нет, это намного больше, это состояние доверия ему, это состояние открытости, это некая верность, которая как плод созревает внутри тебя, это не что-то такое одноразовое, это как процесс, который набирает силу постепенно в твоей жизни, набирает силу, набирает силу, набирает силу, и так печально иногда, когда смотришь на верующих, которые годами ходят в церковь, и убеждены, что они за наших, за Бога, за Царство Божие, почему, да, они же в церковь ходят уже столько лет, или даже могут быть в служении, но при этом постоянные какие-то трения, постоянные недовольства, постоянная какая-то агрессия, ссоры и споры, и так порой печально, потому что ты видишь, что люди реально заменили веру физическим хождением в церковь, а их внутренность, их сердца, их души словно бы не меняются, потому что все самое важное, что все самое, все самое важное, все самое ценное в Библии, оно очень просто, очень просто, почему, да потому что это Бог дает нам не для головы, не для разума, не просто, как какая-то философия, подумать, поспорить, просуждать, это для нашего сердца, для нашей жизни жить в этом, ну что сложного понять радость, ну мы понимаем, а вот как всегда радоваться, что сложного в любви, мы понимаем, что такое любовь, а как вот любить всех, даже врагов, любить, что сложного в воздержании, да, или самоконтроль, мы это понимаем, но когда вот бывают все обстоятельства вокруг тебя, словно разрывают тебя на части, и вот собраться и думать, нет, я не буду поддаваться суететам, или панике, или сплетням, так порой это непросто, но я вам хочу сказать, когда Сын человеческий придет на эту землю, он будет именно это искать, не то, что кто-то думает, что Бога нет, а кто-то думает, что Бог есть, не то, что кто-то там говорит, я вот христианин, а другой непонятно вообще какой-то эзотерикой увлекается, Бог будет смотреть на сердца, я думаю, что мы порой удивимся даже его выбору, вот что внутри нашего сердца произрастает, поэтому, вы знаете, мне так близки слова Григория Померанца, который любил повторять, стиль полемики важнее предмета полемики, когда мы спорим, нам порой кажется, что главное что-то доказать, вот он не прав, а я прав, и надо его переубедить, и верующие порой за истину, вот я говорю, вот иногда вот в интернете натыкаешься, я вообще стараюсь не читать, но ни христианские формы, ни обсуждения, но иногда сталкиваешься, как верующие чуть ли не матом друг друга убеждают в истине, спорят на любую тему, там троица, не троица, Иисус там Бог не Бог, как надо правильно праздновать Рождество, нельзя праздновать Рождество, и начинают друг с другом сражаться, вот, и так это ведутся такое ощущение, что просто-напросто вот взяли одну и ту же команду, поделили на верующих и неверующих, на наших и не наших, кто за красных, кто за фашистов, например, а люди остаются точно такими же на той и на другой стороне, точно такими же, просто у одних красный флаг, у других там другой, белый флаг, например, но мы же драгоценные не этим отличаемся, не просто, что мы крестоносцы, у нас крест, у нас он в церкви крест, везде кресты, и мы тут за правое дело всех порвем сейчас, как, и именно, послушайте, в том, как мы общаемся, намного больше видна вера, чем в том, что мы говорим, в том, как мы говорим, порой видать веру больше, чем в том, что мы говорим, потому что я в жизни обратил внимание, вы знаете, ну, все мы сначала думаем так, а потом через некоторое время думаем, нет, мы ошибались и думаем по-другому, правда же? Мы меняемся, каждый из нас меняется, и это нормально, я иногда смотрю вот на то, о чем я порой говорил 25 лет назад, когда у нас только-только начиналась церковь, сегодня я уже так не проповедую, и казалось бы, Виктор, ты что, ты стал другой, что ли? Ну, суть не в том, мнения меняются, взгляды меняются, мы какие-то детали начинаем оценивать по-другому, но вера-то не в этом проявляется, а в том, как мы относимся к тем, кто не согласен с нам, как мы там готовы обсуждать. И поэтому Григорий Померанс потом он добавляет, дьявол начинается с пены на губах ангела, сражающегося за правое дело. То есть, когда начинаешь спорить, доказывать, появляется пена, то ты из ангела в беса превращаешься. Скажешь, как? Я же говорю правильные вещи, я говорю истину. Истина это неправильное знание, истина это то, кем ты являешься. Иисус сказал, и я есть им истина. Если эта истина живет в тебе, можешь ли ты жить в этой истине? Реально поступать по истине? Это намного сложнее, чем что-то кому-то доказывать. Правильное мнение противопоставлять всем неправильным мнениям и неправильным взглядам. Вот посмотрите на жизнь, которую вы живете. Сколько у нас в жизни конфликтных моментов, сколько споров, сколько несогласий. Это было, это есть и это будет всегда. И на самом деле для Бога это не так и важно. Если вы думаете, что Бог хочет оберечь вас от всех неприятностей, да вы ошибаетесь. Бог никогда вас не будет от этого уберегать. Богу важно, потому что только в этих трудных, тяжелых обстоятельствах вы можете увидеть, кто вы есть на самом деле. по вашей реакции, по тому, как вы себя ведете. Именно когда больно, когда сложно, когда вдруг какой-то стресс в жизни. Это вот как из тюбика, когда на него надавливаешь, из него вылазит то, что в нем есть. Когда все нормально, когда нас ничто не давит, ничто не стесняет. Ну, мы такие все красивые тюбики здесь, яркие, зубные пасты такие все. Но когда ситуация сдавливает нас, появляется наше нутро. И мы вдруг себя видим, кто мы есть на самом деле. И бывает, думаешь, я считал себя таким героем веры, а я до сих пор так реагирую. Переживали подобные вещи? Я думал, что я уже столько лет в церкви, каких только семинаров не слушал, каких проповедников не видел только. А я до сих пор так реагирую. Я до сих пор так поступаю. До сих пор. До сих пор. И ты смотришь на себя, смотришь на свою жизнь, и ты видишь, вот она картина. Мы-то думаем, нам вера нужна для чудеса, для чудес. А вера нужна, чтобы Иисус тебя узнал. Поэтому Иисус и говорит, что будут те, которые именем Моим будут бесов изгонять. Помните? И чудеса творить. А что Иисус им скажет? Отойдите, я никогда не знал вас. То есть вера, это намного больше, чем просто средство для достижения чудес. Это намного больше, чем палочка-выручалочка, чтобы быть здоровым. Вера это некое отображение жизни. И настоящая Божья вера, пишет апостол Павел, проявляется в любви. Настоящая вера это некий плод, который зреет в твоей жизни и проявляется в разных гранях доверие, любовь, радость, воздержание, терпение, мир, умиротворенность. Вот. И это относится только к тому, что есть внутри нас, только к нашему сердцу. Только к нашему сердцу. Я вот все время, когда читаю эту пятую главу послания апостола Павла к Галантам, я вот смотрю на свою жизнь, думаю, Господь, а я вот в своей жизни на кого больше похожу? На тех, кто живет по плоти или тех, кто взращивает плод духа? И, к сожалению, читая, какие бывают дела о плоти, нередко вижу, что да, и в моей жизни это проявляется. Бывает и невоздержанность, и агрессивность бывает. Вот она, картинка. И что с того, что кучу времени ты в церкви тут уже находишься? И что с того, что ты тут годами посещал? И что с того? Ведь деление, как я сказал в начале, на Божье и не Божье, оно же проходит не потому, что взяли одну команду и просто по жребию поделили. Как бы повезло одним в церкви оказались, не повезло, так и не ходят в церковь. В действительности драгоценное насколько в наших сердцах зреет этот новый плод, что нас полностью отличает от этого мира. Давайте сейчас закроем глаза. и склоним головы. Посмотри на свою жизнь сейчас. на прошедшие дни недели, на разные ситуации, которые у тебя возникали дома, в семье, с близкими людьми, на работе, может быть, с сослуживцами, с родственниками, с приятелями. это жизнь, и немало ситуаций неприятных, немало болезненных бывают ситуаций. И то, как ты проявляешь себя, что проявляется в твоей жизни, в этом и проявляется твоя вера. вера, знание Бога. Не вера, как религиозная тема для получения чудес, а вера, как доверие между сыном и отцом, единение Творца и творения. Вот что такое вера. Проявляет себя в любви, в радости, в кротости, воздержании, терпении. Насколько много именно этих черт проявляется. Это картина того, насколько много в нас этой веры. И когда Сын человеческий придет на эту землю, Он не будет искать правильную конфессию, Он не будет искать, кто чаще ходил на собрания и не пропускал собрания, кто посетил больше всего семинаров и конференций. Сколько людей, которые являются христианами, при этом так жестоки друг ко другу, так агрессивны друг ко другу, так взбалмошны, нетерпеливы, невоздержаны, часто в какой-то постоянной печали, недовольные. если ты в таком состоянии, то какое значение, сколько лет ты ходишь в церковь, какое значение, сколько ты раз Библию прочитал, это лишь все внешние вещи, все внешние вещи, смотри внутрь, сын человеческий, придя на землю, найдет ли тебя верующим, не идеальным, несовершенным, но верующим, то есть человеком, внутри которого постоянно зреет этот плод, плод Духа, неотъемлемой чертой которого является эта вера, верность, доверия. всемогущий Господь. Я молю, мой Бог, чтобы в этот день, в это воскресенье Твой Дух пришел, и пускай свет, этот фонарь Твоего Духа высвечивает наше сердце, что в нем находится. вера в нем, есть ли есть ли этот сладкий плод Духа, который отличает нас от этого мира, семена которого ты посеял в нас, насколько в нас это проявляется, взрастает, набирает силу. Я молю, мой Бог, чтобы мы взращивали это, чтобы мы строили эти отношения с Тобой, которые наполнены Твоей любовью, Твоим светом, цветом, в котором этот плод и может зреть. Благослови, Господи. Чтобы для нас намного более важно было быть, а не просто что-то доказывать кому-то, чтобы мы не просто имели веру в голове, мы жили верой, мы проявляли веру, то есть проявляли Тебя в нашей жизни, проявляли Твой свет через любовь, через радость, через мир, верность, благость, доброту. Да, Бог, мы несовершенны, но я молю, чтобы внутри нас зрело это доброта, благость. Чтобы мы были благими, потому что Ты благ, наш Отец Небесный. Мы были добрыми, потому что Ты добр, Ты добрый, великий Господь. Чтобы мы четко осознавали Господь, Господь, что мы в Царстве Божьем, потому что внутри нас плод Духа. Мы на стороне света, потому что внутри нас благость, любовь, радость, мир, долготерпение. праведность, терпение, воздержание, кротость. В нашей жизни это есть и преумножается, преумножается, преумножается. Боже, учи нас проявлять это, когда нам трудно, тяжело, в тесных обстоятельствах проявлять эти качества, где бы мы ни оказались, не идти на поводу у плоти, а проявлять плод Духа во имя Иисуса Христа. чтобы однажды, когда Ты явишься, Боже, Ты мог увидеть в нас все то, что Ты ищешь. Чтобы Ты нашел это в нас, во мне, нашел это, Господи. Иисус Христа спасибо, Господь, за Твое слово, которое живо, сильно, действующее и благословенно для каждого из нас. Аллилуйя Иисус, Аминь. Давайте дадим Богу всю славу, честь и хвову. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, когда я просто смотрю на эту картину диоген, ищущий человека, то, конечно, может быть, образ диогена далек от образа Иисуса, но однажды он также придет на эту землю со светом Слова Божьего. И вот что он найдет в нас, что он найдет во мне, что он найдет в тебе. В принципе, вся наша жизнь здесь, на земле, только для того, чтобы в своей, в своем сердце, в своем характере культивировать плод Духа. Все. Жить и любить. Вот и единственная наша миссия. Дальше ты можешь делать, что хочешь, поехать в другую страну, заняться социальной работой, быть бизнесменом, еще что-то. Но если мотивом любых твоих действий это жить и любить, Бог будет рад всему, что ты будешь делать. Не случайно блаженный Августин говорил, возлюби Бога и делай, что хочешь. мы все любим искать, а что же мы должны делать на земле. И нам кажется, что Бог очень хочет, чтобы ты что-то делал. Вот именно конкретное. Был, например, сантехником, а не электриком. Не животноводом, а там, не знаю, чем-то занимался, в офисе работал. Да поймите, без разницы это. Без разницы совершенно. Богу есть только одна разница. Любишь ли ты Его? Возлюби Бога и делай, что хочешь. Потому что, если у тебя есть любовь к Нему, что бы ты ни делал, Бог будет там. Когда Бог придет на землю, Он не будет спрашивать у тебя свидетельства, а расскажи-ка мне, как ты по вере получил исцеление, как ты по вере там был благословлен, сколько ты чудес в своей жизни видел. Мы так сильно вот об этом думаем. Бог будет смотреть в твое сердце, как ты проявлял себя в обычных бытовых ситуациях, как ты вел себя с ближними, как ты вел себя с окружающими, кем ты был для них, насколько много в твоей жизни проявлялось вот этой радости, любви, мира, терпения и веры. Когда Он придет, найдет ли Он это в тебе или не найдет? Вот, вот оно и все. То, что учил Иисус, это для жизни. Нам нравится забивать голову всяким богословием, а вот этот, а вот там эсхатологический, там вот это. Мы начинаем думать и мы забываем об одном, что все богословы во времена Иисуса Христа ошибались того времени. Изучающие Библию ошибались. Иисус пришел, они Его не узнали. Правда же, да? Они знали там, где, как должен родиться царь иудейский, пришел, не узнали. Не будет странным, если современные богословы ошибаются о втором пришествии Христа. Но важно это, когда Иисус придет, что Он найдет? И пускай ты там в чем-то ошибался, как-то, может быть, не так думал. Это не так важно. Важно, что было внутри себя. Как ты проявлял себя в этой жизни? Насколько твоя вера во Христа действовала любовью, вот это имеет значение. А все остальное всего лишь мысли. Всего лишь мысли. Бог смотрит на жизнь, как ты проявлял. И то, что ты там что-то не так немножко понимал или думал, я думаю, для него это не так важно. Но вот как ты любил, как ты умел проявлять любовь, каким ты был благословением для ближних, вот это будет иметь значение. Найдет ли он это в нашей жизни? Увидит ли он это в нашей жизни? Это вопрос. И каждый из нас даст отчет за это. Каждый из нас. Я за себя, каждый из вас за себя. И в этом опять-таки я говорю, нет вроде бы ничего непонятного, туманного, все так ясно, но вся наша греховная плоть противится против этого. Она хочет быть эгоистичной, взбаломошной, недовольной, всем что-то доказывать, убеждать. Ты там не за правильных, я за правильных, ты за белых, я за красных. Она спорчится, она себя от всего всегда отделяет, сама по себе находится. Дух же наоборот стремится слиться с Господом, с Богом, который любит каждого человека. Будем любить не словом и языком, но делом и истиной. Если ты живешь в любви, все. Ты нашел этот путь, ищи, чтобы этот путь был все более-более благословенным в твоей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok